Приветствую вас, Екатерина. Ну, во-первых, лечение возможное, потому что ничего необратимого нет, по крайней мере, у вас ничего необратимого нет. Эмммм, вот, суицидальные мысли, которые у вас, эммм, были, может быть, и есть какой-то остаток, эммм, возникает, как правило, из-за того, что люди не проживают до конца, эммм, то, что они, ну, то, что они чувствуют, да, то, что они испытывают, то, что эммм, они переживают, вот, это до конца, вот, вот, именно до конца это не проживает до конца. Вот, это больно, это неприятно, вот, но это так, к сожалению, к сожалению, это так. И, вот, мне кажется, что, эмммм, одной из, эммм, ключевых, эммм, задач, эммм, для нас, эммм, с вами, эммм, это, эммм, помочь, эмммм, вам, да и, в общем, помочь, эмммм, человеку, эммм, пережить, эмммм, до конца, пережить, вот, эмммм, те эмоции свои, которые у него есть, те переживания, которые у него есть, эмммм, сделать это именно до конца, эмммм, полностью, сделать это полностью, чтобы, эээй, не оставалось каких-то недосказанностей, чтобы не оставалось, эээ, ничего, вот, совершенно ничего, чтобы не оставалось, не оставалось. Вот, это, в принципе, я думаю, вполне возможно сделать, и, собственно, в этом и будет, будет, как вы говорите, излечение, вот. То есть в этом будет, в этом будет ваше излечение, когда вы перестанете возвращаться мысленно к травмирующим вас событиям, к травмирующим вас переживаниям, вот. Ну, понятно, что, ну, что на это нужно время, понятно, что требуется время, понятно, что так быстро вы не сможете ситуацию отпустить, потому что это тяжело. И требовать от себя этого, наверное, не стоит, вот, не нужно от себя этого требовать. Тут так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. То, что вы сейчас не представляете, как можно излечиться, опять же, вполне понятно, потому что, сделать это весьма сложно, когда находишься в этом состоянии, когда находишься в состоянии, например, достаточно болезненным, когда находишься в состоянии, когда находишься в состоянии достаточно травматичным, вот. Объективно это тяжело. Я вас понимаю. Вот. Вот. Но все, все корректируется. Вот. Было бы у вас желание это делать. Травма, вот, как вы говорите, психологическая травма, это разрыв привычных моделей поведения, это разрыв привычных представлений о мире, о жизни, о погружающем. Вот. И это всегда тяжело. Но это, на мой взгляд, совершенно не означает, что так и будет. Адаптация, ваша адаптация, она так или иначе пройдет. Просто она может быть либо тяжелой, а может быть, ну гораздо легче, если вы позволите психологу вам помочь. Вот. И все. Как бы, как бы, весь секрет в этом, на самом деле. Поэтому, я думаю, что, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Только нужно, на мой взгляд, знаете, правильно понимать ситуацию, то есть, понимать, например, то, что психолог не занимается лечением. То есть, психологи занимаются психотерапией, но не лечением. Лечением занимаются врачи. Поэтому, я очень надеюсь, что не будет недопонимания между вами и специалистом. Вот. 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 Не будет, не будет недопонимания. Будет четкое представление о том, кто, кто перед вами и зачем, и зачем. Вот. Конечно, может быть, вам понадобится врач, но это уже решите вы сам. Ну, психолог может вас направить к врачу. Скажем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.